Простейшие упражнения для новорожденных. Динамическая гимнастика для малышей. Вот видите, самый первый тренажер это пальцы. Пальцы папы или мамы, самых близких людей. Чем хороши пальцы, а не колечки, а не палочки? Пальцы очень чутко чувствуют, устал ли малыш, ослабляется ли хватка его. Поэтому это очень здорово. Это такое идет, знаете, первое взаимопонимание между взрослым и малышом. У меня вот внук висел на одной руке. Где-то ему уже 15 дней было. Он висел 15 секунд на одной руке. Это вот с ним так зять хорошо занимался. Брал его на руки все время. Не под мышечки, а вот только давая пальчики. Каждый раз, как вынимаешь из кроватки, берешь к себе. Это может делать и мама, и папа, и бабушка, и дедушка. Здесь моя мама и папа на фотографиях. Прыг из кроватки. Вот еще раз просто более. Вот тут вот моя сестра и папина рука. Смотрите, как подтянувшись висит малыш. Вот совершенно спокойно. Можем здесь, конечно, более мягко. Давай следующий слайд. Но если все время так вот брать малыша, видите, для него это очень привычно уже хвататься за, не только уже теперь за пальчики, но и за перекладинку. Вот такие перекладинки, турнички. И папа нам делал и в коляску, и в кроватку. И это было действительно очень удобно. Малыш с удовольствием за них хватается и приподнимается уже вот начиная буквально с 5-6 месяцев совершенно спокойно. Вот турничок. Вот здесь вот пластиковый турничок. Здесь наверняка деревянный. Папа делал деревянные нам перекладинки. И это, конечно, должны папы подумать, как правильно сделать. У нас на сайте это есть. Немножко о том, как прикреплять, как делать. Но я думаю, для папы это... Папа лучший тренажер. Значит, ребята очень любят, когда с ними занимается папа. Здесь есть какие-то элементы той же динамической гимнастики. Но опять же, вот когда мы делаем такой замечательный кач, одно из любимых упражнений малыша, когда папа говорит готов, или там малыш сам прямо ныряет вперед, и между ног у папы такой получается вот именно кач. То есть такой с размаху папа между ног проносит малыша, и обратно потом малыш взлетает к папе вот сюда вот в руки, или вот так вот к папе, или вот так садится на шею. Кстати сказать, тоже замечательное упражнение, такой всадник. Немножко хочу сказать сразу о динамической гимнастике, которую им приписывают, в общем-то, и Никитинам тоже. Но на мой взгляд, у нас очень достаточно принципиальные различия есть. Самое главное скажу. Одно из таких важных принципов, важных условий – это то, что мы с огромным уважением относимся к ребенку, к самому маленькому малышу. И все, что на нем применяем, или хотим применить, закаливание или какое-то, или, неважно, все мы применяем прежде всего к самим себе. То есть если вы хотите облить ребенка холодной водой, ну оболейте сначала себя, попробуйте, что это такое. Вот я когда смотрю на динамическую гимнастику, честное слово, мне лично самой не хочется, чтобы мною так крутили и вертели. Здесь есть некая опасность. Вы просто подумайте над этим. Я не говорю, что это категорически нельзя, заниматься динамической гимнастикой. Нет. Для кого-то это, скажем, гармонично. Это их, что называется, это и семьи, это и ребенку приятно. Но я думаю, что это далеко не для всех. И здесь есть некая опасность, на мой взгляд. Конечно, мне хотелось бы послушать в этом отношении уже выросших детей, которые прошли через динамическую гимнастику, о том, что подсознательно, подсознательно, возможно, закладывается такое отношение к жизни, что тобой могут манипулировать кто-то, что от тебя в этом мире как бы ничего не зависит, от твоей воли, от твоего желания. То есть такая привычка подчиниться чему-то более сильному. Вот просто все, что и я буду сегодня предлагать, я всегда очень прошу родителей, пропускайте через себя. Поэтому один из главных принципов в отношении физического развития – это учитывать желание, во-первых, самого ребенка. То есть если вы видите его отдачу, его радостную или улыбку, или напряжение мышц, это значит, вы действуете правильно. И второе важное условие – это настроение и желание мамы этого малыша. Чем меньше малыш, тем это важнее, потому что они настолько связаны друг с другом еще. Поэтому если маме не нравится что-то, что делать с ее ребенком, то я считаю неправильным продолжать это. То есть должно быть вот это согласие мамы. Что же мы можем делать для физического развития детишек? Что нам предлагает официальная медицина? Это обычно массаж, гимнастика. И ну что еще сейчас? Плавание, да, в какой-то степени. Я думаю, что этого для малыша, конечно же, очень мало. Динамическая гимнастика дает хорошую мышечную нагрузку. Но, на мой взгляд, вот в некоторую крайность удаляется, когда не учитывает вот это настроение малыша, то есть когда ребенка плачущего, занимаются с плачущим ребенком, с иногда даже равнодушным, когда я вижу вот так, ребенок уже просто, ему уже все равно, что с ним делают. На мой взгляд, это тоже неправильно. Далее узнаете, как бесплатно посмотреть этот вебинар целиком. И, конечно, ставьте лайки, если вам понравилось. Друзья, добра! Мы, две осознанные мамы, Светлана и Ольга, организаторы первого в Рунете социального проекта, который популяризирует естественные роды. Мы пишем авторские статьи, проводим международные онлайн-фестивали, а также активно организуем вебинары, где освещается именно природный немедицинский подход на темы благостного зачатия, естественных родов и осознанного родительства. Вы можете узнать больше о проекте «Чудо в сердце» и получить сразу бесплатный доступ к более чем 100 вебинарам, в которых более 120 экспертов-помощников из 26 стран вдохновляют и служат вам во имя «Чудо рождения в мире». Для этого нажимайте кнопку, которую вы видите на экране. Станислав Ежелец писал, «Ребенок рождает родителей». Мы рождаем новые роды в мире. Приглашаем подписаться на наш канал и посмотреть следующее видео на эту тему. Вдохновение! Ольга Светлана и проект «Чудо в сердце». До встречи!